Слава нашему Господу! Благодарю Бога, что я опять могу быть здесь и вместе с вами прославить Его. Слава тебе, Господь! Знаете, размышлял, есть такое небольшое свидетельство, когда я уверовал и пришел в дом к своему товарищу, и встретил там еще одного товарища, который после пребывания в местах не столь отдаленных тоже зашел туда. И мы поговорили, обнялись, как дела? Я говорю, ну вот я уверовал в Бога, слава Богу, так хорошо, говорю, у меня изменилась жизнь. А он говорит, нет, я хожу в церковь, я член церкви, живу такой жизнью. Он говорит, нет, говорит, Эльдар, ты знаешь, я в церковь не хожу больше. Я говорю, почему больше? У меня, говорит, так хорошо шли дела, понимаем, какие дела шли хорошо. И, говорит, мы один раз шли мимо церкви, там в Санкт-Петербурге, там есть такой собор большой, красивый. Александра Невская, Лавра. И, говорит, мне жена говорит, давай зайдем, так все хорошо. И, как полагается, надо поставить свечку, поблагодарить Бога за то, что так хорошо в нашей жизни все складывается. Он говорит, мы пошли туда. Я поставил свечку, там еще что-то сделали, а через три месяца меня приняли и дали мне срок. Поэтому я, говорит, в церковь больше не хожу. И, знаете, вот такой момент я тогда думал, что мы хотим от Господа, когда мы делаем что-то то или иное, вроде как для Него, да? Но когда делаем что-то для Него, что-то подразумеваем, чтобы оно еще и как-то вернулось и нам. И не знаю, чего больше, как бы мы хотим. Для Него или чтобы нам больше возвращалось. На какие дивиденды мы претендуем. И здесь есть такой момент, что мы хотим от Бога. Когда мы пришли в церковь, у нас есть что-то в сердце, у нас есть что-то в мыслях. Для чего мы это делаем? Евангелие от Луки, 18 стих. 18 глава и 18 стих. Один человек пришел к Иисусу и задал ему вопрос. И спросил его некто из начальствующих. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Казалось бы, все достаточно понятно. И когда мы приходим в собрание, тем более, когда мы делаем это уже не один день, не один месяц и не один год, нам все понятно. Но что-то все равно вопросы остаются. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. Всегда у Бога есть определенное условие для нас. Мы знаем это с первых страниц Библии. Когда Господь говорит, я даю тебе благо, я даю тебе благословение. Ты можешь выбирать. Но есть условия. Для этого ты должен что-то сделать. Для этого ты должен что-то оставить. Для этого ты должен посвятить себя чему-то. Чему-то тому, что уже не есть обыкновение в твоей жизни повседневной. Я думаю, конечно, здесь Иисус, в принципе, не имел богатства как таковое, что из-за богатства трудно войти. И, в принципе, нигде Бог не сказал, что вы должны все стать бедными, а еще больше нищими. И только тогда вы сможете попасть в Царствие Небесное. Но есть место, где говорится, что мы должны обнищать для Господа. Ради Господа. То есть, мы должны изменить мышление свое. Мы должны понять, что этот путь, на который мы встали, благодаря тому, что Иисус Христос когда-то пострадал за нас, претерпел эти муки на кресте, и слава Ему за то, что Он, как и говорил, воскрес и показал нам, как брат говорил, что будет это прекрасное время, в которое мы все попадем. Вопрос только, где богатство? Написано, где богатство твое, там и сердце твое. Есть также следующий человек. Это следующая глава, девятнадцатая. И он тоже не был бедным, он тоже не был нищим. Вы все знаете, конечно, эти места. С первого стиха, девятнадцатая глава. Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Закей, начальник, мытарий и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Совсем другая, вроде бы, казалась история. Хотя, точно так же, человек чего-то искал, человек чего-то хотел, он хотел понять что-то. Он тоже был богат, у него тоже был достаток, но он совершенно по-другому отреагировал на встречу с Иисусом. Он его искал. Он не просто хотел подойти и задать ему какой-то вопрос, но он его уже искал. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. В этот момент мы видим, что он даже поступился каким-то статусом своим, потому что залезть взрослому человеку, да еще и имеющему определенное положение, просто на дерево, как... Это был статус. Но он совершенно не думал об этом. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. «Какая разница между двумя людьми, когда они встретились с Иисусом? Один при встрече с Ним ушел, опечалившись. Другой же поспешно сошел и принял его с радостью. Слава Богу!» Вот в этом есть суть нашего хождения перед Богом, я так думаю, как одно из. Как мы воспринимаем встречу с нашим Господом, каждодневную, в каком бы то ни было, в какой-то ни было ситуации, в каких-то обстоятельствах. Где наше сердце? И кто в нашем сердце? И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. «Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения Моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама». Слава Господу нашему! Вот он ответ на реакцию. Вот он ответ на то искреннее желание, потому что мы знаем, что с искренним Бог поступает искренне. И тот человек, который подошел вначале, его вопрос был только в том, наверное, чтобы показать свою праведность, свою самоправедность. Потому что он с самого детства, говорит, он исполнял все заповеди. Он все делал. Что мне же не достает еще? Я все делал. То есть, в принципе, он пришел показать Иисусу, что я вот такой хороший, в принципе, уже, наверное, у меня все так классно. Может, мне еще чего-нибудь, чуть-чуть, чтобы поставить вот эту точку в моей праведной жизни. Но ушел, опечалившись. И другой человек, который не постыдился того, что он грешен. И поэтому сердце его открылось, и пришло спасение дома его. И Иисус пришел в его сердце. Так же и нам, в нашей жизни каждодневной, нужно иметь такую встречу с Богом. Независимо от того, что происходит в нашей жизни. Независимо от того, хорошо нам сегодня или плохо. Когда я был еще неверующим, я свидетельствовал это. И мой брат Рустам приехал ко мне в Питер. И я увидел другого брата с другим взглядом, потому что много лет мы жили такой жизнью, о которой я не вспоминаю. Я вспоминаю только о том, как Господь произвел это чудо в нашей жизни и извлек нас из этого рва погибели. И мы общались с братом и говорили, и он рассказывал мне, свидетельствовал мне о любви Божьей, о том, что Бог сделал с ним. Я отвечал на какие-то вопросы, задавал, мы беседовали. И он сказал мне, знаешь, ты очень близко. Ты уже очень близко. Ты так рассуждаешь, что уже вот... И я обрадовался тогда, как вот этот богатый человек, который подошел к Иисусу. Я сказал, ну вот видишь, ну можете за меня тогда не переживать. Значит, я уже близко, значит, все хорошо. Но он сказал мне такие слова, я всегда говорю их, потому что они в моем сердце будут, наверное, жить до конца. Он сказал, ты знаешь, те люди, которые были рядом с ковчегом, когда Ной вошел со своей семьей, и Господь затворил его. И когда пошел дождь с неба, очень много людей были рядом с ковчегом. Они, наверное, держались за него. Кто-то был сверху там, потому что, может, успел, да. Но когда лил дождь, никто из них не спасся. Спастись можно только тогда, когда ты будешь внутри ковчега. Эти слова очень сильно меня, ну скажу таким словом, зацепили. Они засели внутрь. И весь год, почти год, до моего покаяния, до моего приезда сюда, я постоянно вспоминал эти слова. И слава Богу, что Господь по милости своей совершил это. Я вам даже скажу больше, я сейчас нахожусь в церкви, служу там, которая называется ковчег. Слава Богу. Поэтому нам нужно смотреть на свое сердце, что мы хотим. Нам нужно слушать Бога. Мы знаем это место, когда в Матвея 12 главе, в конце, когда Иисусу сказали, что вот Матерь твоя и братья твои стоят. Он же сказал в ответ, говоришь ему, кто Матерь моя и кто Братья мои? И указав рукой свою на учеников своих, сказал, вот Матерь моя и Братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Опять же, мы понимаем, это не вопрос отказаться от своей мамы или забыть своих братьев, но это вопрос посвящения, это вопрос жизни со Христом. Как в прошлое воскресенье, я немножко говорил, послание римлянам, да, Бог сделал нас своими детьми. Больше того, раз мы Его дети, значит, Он сделал нас, написано, со-наследниками Христу. Мы имеем право на этом основании делить наследство. И мы знаем, что наше наследство на небе. И мы имеем на него право. Очень много в моей жизни за эти 18 лет происходило трудных моментов. И даже, обрадуя вас, они еще не закончились. И всегда думают, что уже все, то еще нет. Когда я уверовал, я пришел, приехал отсюда после моего покаяния в Питер, пошел в церковь, и один брат вышел наперед и свидетельствовал, как он уверовал, ну, что происходило в его жизни, и как он 9 лет молился за свою неверующую жену. И я такой думал, ого, нет, Господи, что-то долго. 9 лет для меня это многовато. Вы знаете, прошло уже 18 лет, в два раза больше. Я до сих пор молюсь за свою неверующую жену. Но что характерно, что за эти 18 лет я нечто понял, благодарю за это Бога. Я задавал Богу вопрос, ну, почему так долго? Потом я говорил такие слова ему, что, ты знаешь, мне очень жалко этого времени. Ведь если бы мы были, если бы мы были, если бы она тоже была верующая, о, как бы мы тогда бы служили тебе, как бы тогда бы мы жили по-другому. Но Бог обличил меня, и я понял это, и благодарю Его, что не искал ли я своего в этом желании. я хотел просто, чтобы мне было легче. Чтобы мне было легче, чтобы у меня не было этих проблем, чтобы у меня не было вот этих испытаний, чтобы вот дома у меня не было каких-то вот разногласий, а я спокойно приходил. я получил другое немножко уже, что в этом испытании все эти годы, которые прошли, и сколько их даст еще Господь, и когда будет ее покаяние, в которое я твердо верю, потому что Бог пролил кровь из-за Ирину тоже, и Он ее тоже очень любит. Но вопрос в том, что в этих делах, в этих проблемах, в этих испытаниях, в этом всем нужно посмотреть на себя. С чего ты ищешь? Когда Бог дает тебе что-то, что ты извлекаешь из этого? Мы помним историю, я не буду читать и отнимать времени, про такого пророка, как Иона. Я много раз читал это место и думал, вот это да, какие он вообще претерпел. Такие вообще чудеса. Но когда я стал понимать что-то в своей жизни, я понял и любовь Бога, и работу Бога в жизни Ионы. Когда Бог сказал ему, вставай и иди в Ниневию. Иона сказал, подумал что-то, да, нет, и фарсис в Испанию. Там лучше, там теплее. Зачем идти туда, в Ирак, к этим мусульманам, или как тогда они назывались, да. Что-то меня там убьют и все. Я лучше в Испанию, в теплые края. Но что я увидел? Ведь Бог мог тоже рассудить так и сказать, ну ладно, Иона, ну не хочешь ты, что, нет пророков больше. Я найду другого пророка, который будет служить мне, а ты плыви в Испанию или еще куда хочешь. Но характер Бога не такой. Он никогда не оставит нас. Он никогда не забудет нас. Он всегда будет работать с нами. во благо нам. Для того, чтобы мы дошли туда. Чтобы мы действительно были сонаследниками. И так же он работал с Ионой. Из этого получилась слава Божья. Иона прошел. И когда мы попадаем в чрево кита в своей повседневной жизни, то... Ну, может быть, можно поплакать даже. Главное, чтобы не ныть. Поплакать можно. Особенно сестрам. Сестры любят флакать. Но нам нужно понять, что это для нас. что если руки мнут чьи-то нас, да, как глину, и нам больно, то это лишь только для того, чтобы потом получился прекрасный сосуд. Эти сосуды мы, дорогие братья и сестры. И поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы шли в этом, чтобы мы держались Господа. И чтобы сердца наши были всегда открыты для Него. Чтобы Он обитал в нас. И чтобы мы исполняли волю Отца Небесного. И чтобы взирали на Голгофу. Когда нам плохо, мы можем смотреть на Голгофский крест. Мы можем вспоминать Господа нашего в этих страданиях. Я думаю, тогда мы начнем радоваться еще больше, потому что, как написано в Библии, не до крови мы еще сражались. Если даже где-то капнуло, то это еще не та кровь. И пусть Бог благословит нас в этом стоять. Дать место Господу. Потому что, когда мы даем место Господу, в наших делах, когда мы не заслоняем с собой Бога для кого-то, потому что мы уже все знаем, мы уже все исполняем, мы знаем все заповеди. Но бывает так, что наша самоправедность мешает человеку увидеть Бога. Пусть Бог благословит каждого из вас. А Ему слава за все. Аминь.